Огромная российская диаспора в Германии может голосовать только в посольстве России в Берлине и в консульстве в Бонне, и только в течение одного дня. Вероятно, поэтому очередь перед посольством стала выстраиваться не к началу акции «Полдень против Путина», а прямо к открытию участка в 8 утра, и быстро растянулась на 2 километра. Сначала вокруг посольского квартала, по бульвару Нтерден-Линден, улицам Глинка, Штрасс и Беринштрасса, на которой мы сейчас стоим. Это как раз та самая улица, которую активисты предлагают переименовать в улицу Алексея Навального. И дальше, мимо парка Тергартен, практически до самой Поздамерплац. В итоге, к 2 часам дня, некоторые люди в очереди стояли в ней уже по 3-4 часа, а проходящие мимо жители и гости Берлина с удивлением смотрели на происходящее. Голосующие в основном стояли без каких-либо флагов, плакатов и символики. Вот что рассказывали люди в очереди о том, почему они пришли, в каком настроении и как собираются голосовать. У меня отличное настроение, это мои первые выборы. Я очень рада, что есть возможность проголосовать, несмотря на то, что сейчас ограниченное количество посольств в Германии. И вот такая вот очередь, стою я уже где-то полтора часа. Настроение отличное, потому что столько людей прекрасных, там вот очень дальше увидите, обалдеете. Вот. Голосовать, ну, скорее всего, портить, наверное, бюллетень. Напишу, что думаю про прекрасного нашего руководителя страны. Ну и Навального, конечно, тоже упомяну. Да, я думаю, испортить бюллетень. Настроение, ну, не знаю, долго здесь жду, но в приятной компании. Я пришел сюда в определенное время, в определенный день, поэтому, наверное, примерно понятно, как я буду голосовать. Но считаю, что действительно сегодня происходит исторический момент. Это обязательно попадет в учебники истории. И, как говорил Алексей Навальный, это показывает, что мы вместе силы. Ну, я буду голосовать за Дованко, потому что он самый неотвратительный среди всего разнообразия. И настроение, ну, не знаю, нормальное. Постоять в таком обществе всегда приятно. Да. Хорошее настроение. Холодно очень. Я приехала через Германию проголосовать. Проголосовать за прекрасную Россию будущего. И это Россия без Путина. Зато много символики можно было наблюдать на бульваре рядом с посольством. Там, параллельно с голосованием, началась многочасовая протестная акция, организованная российскими активистами. Они привезли чучело Путина, принимающего кровавую ванну, и раздавали листовки. Там же соорудили сцену, с которой перед собравшимися выступили правозащитники Ольга Романова, галерист и политтехнолог Марат Гельман, политолог Федор Крошенинников и другие. Участвует в митинге и Михаил Ходорковский. В какой-то момент там же появилась и Юлия Навальная. Окружающие постоянно обнимались с ней, просили сделать селфи, аплодировали ей и скандировали ее имя. Однако нельзя сказать, что абсолютное большинство собравшихся здесь сегодня пришли на выборы в знак протеста голосовать против Путина. Некоторые из людей в очереди отказывались с нами разговаривать или даже реагировали агрессивно. Не обошлось и без провокаторов. Очевидцы сообщают в соцсетях о таких инцидентах. Наша съемочная группа также стала свидетелем инцидента, когда мужчина подъехал, припарковался здесь на машине, открыл окна и на полную громкость включил гимн России. Но вскоре после разговоров с полицией ему пришлось уехать. Тему выборов в России продолжим с моим вторым гостем. В студии галерист и политтехнолог Марат Гельман. Марат, здравствуйте. Добрый день. Вы тоже сегодня были на акции «Полдень против Путина» в Берлине. Ваши впечатления? Да, во-первых, не только был. Мы являемся соорганизаторами. Я член антивоенного комитета. А наша ассоциация «Арт и демократи» является организатором концерта. Поэтому был. И считаю, что все случилось именно так, как мы планировали. То есть не надо никаких там шапкозакидательских настроений нет. Но то, что хотели, чтобы показать всему миру, что не сотни, не тысячи, не десятки тысяч людей, а значительное количество, сотни тысяч людей выступают против Путина. Мы это сделали. Мы это сделали безопасно для людей. Потому что сейчас очень важно, проявляя свою гражданскую позицию, не рисковать свободой. И мне кажется, в этом смысле вот такой артистичный проект «Полдень против Путина» он хорош именно тем, что люди сохраняют свободу и в то же время сохраняют какое-то самоуважение свое, что они сумели высказаться. А как были вообще настроения в Салпе? Ну, если мы говорим про Берлин, то это понятно. Как раз в Берлине все думали о тех людях, которые в России. И, собственно говоря, наша позиция, понятно, она гораздо более радикальна, чем позиция тех, кто стоял в очереди. То есть мы готовы публично бороться, выходить на митинги. И утром сегодня, кстати, в Киеве был тоже форум небольшой русских, которые готовы воевать с Путиным, то есть с оружием в руках. То есть вот этот диапазон от людей, которые боятся за свою свободу и вот минимально проявляют себя, в 12 часов пришли на выборы, там, зачеркнули Путина, написали Навального, до людей, которые готовы воевать с этой армией на стороне Украины. Вот этот диапазон сегодня сопротивления нынешнему режиму. И я считаю, что это очень хорошо. А как вы оцениваете сопротивление в России? То есть что столько людей пришло именно в полдень, вы ожидали? Мы надеялись. Здесь очень сложно. Дело в том, что кроме самой власти, никто реальной социологии же не знает. Поэтому мы надеялись. Мы видели по беспокойству властей, администрации президента, мы понимали, что мы правильно нащупали стратегию. Дело в том, что у Путина два инструмента – пропаганда и страх. И, видимо, пропаганда работает плохо. И поэтому люди не выходят на улицы, не выходят на митинги не потому, что они за Путина, а потому, что они боятся Путина. И вот как только мы им предложили такой вариант безопасный, они сразу вышли. И это очень оптимистично. Очень важно, что это заметили, безусловно, все международные медиа. Сегодня все заголовки именно такие, о том, что русские нашли способ выразить свой протест, не выражая протеста. Надо, наверное, назвать имя Резника. То есть это вообще питерская группа, ребята, которые придумали этот проект. Максим Резник, да, Петербургский депутат, бывший депутат ЗАГС. Да, да. То есть, как бы, понятно, что это общее. Это и ФБК, и антивоенный комитет. То есть мы все работали над этим. Но идея была, значит, этой группой питерской. Вот. И поэтому сегодня можно их поздравить. Ну, в том числе нужно отдать должное Алексею Навальному, который сплотил, можно сказать, россиян, к сожалению, трагическое событие. Мы отдаем ему должное и вчера, и сегодня, и завтра будем отдавать. Ну, сегодня была в Берлине Юля Навальная, она была с нами, и это был очень важный момент. И там наверняка есть где-то кадры, там, обнялись с Ходорковским. То есть это означает, что какая-то, там, какой-то новый этап. Вообще, надо сказать, что 17 марта, в принципе, новый этап в нашем движении. Мы должны добиться того, чтобы Путин перестал быть, там, принимаем как президент России. И пусть диктатор, пусть там, а воспринимался именно как террорист. То есть не как Хамини, а как Бен Ладен. Вот. Если мы этого добьемся, это будет следующий шаг, а уже после этого, следующего шага, ну, до свержения не так далеко. Ну, вот хотела поговорить как раз о следующем шаге. Мы понимаем, что выборы в этом году особенные, потому что они проходят на фоне войны в Украине, на фоне смерти Алексея Навального. Как вам кажется, вот этот протест, который есть, запрос на протест у российского общества, и это недовольство войной, оно может во что-то вылиться после выборов? Ну, к сожалению, оно выльется в резкое усиление террора со стороны власти. Но еще раз говорю, что этот протест важен именно тем, что он дает серьезные аргументы тем европейским политикам, которые хотят непризнания Путина, этих выборов как таковых. И перевода его из разряда диктаторов в разряд террористов. Это очень важный шаг, потому что он как бы становится уже не клиентом Белого дома, а клиентом ЦРУ, спецслужбы, да, то есть которые будут за ним охотиться как за преступником, да. Вот, это очень важно. Что касается нашего такого самоощущения, конечно, очень важно понимать, что нас много, но следующий шаг — это сопротивление должно быть эффективным. То есть какая-то часть людей должно радикализоваться, идти вместе с украинской армией, значит, бороться с Путиным на линии фронта. Какая-то часть, видимо, должна уехать из России сегодня и там сделать более мощным протест со стороны как бы Европы. А что делать тем, кто остался в России? Ну, все-таки мне кажется, сейчас самое важное — это сохранить себя. Причем и физически, то есть не попасть в тюрьму, и нравственно, да, то есть не стать, там, я не знаю, коллаборантом, не быть лояльным. То есть вот это очень важно. Нет, не надо геройствовать, идти в тюрьму, там. То есть вот эти две позиции — это очень важно, потому что наступит какой-то момент, когда вот эти сохраненные жизни и сохраненная свобода понадобятся в самый решающий момент. Сегодня этого момента нет. Марат, я еще хотел спросить. Смотрите, в принципе, российское общество, россияне и внутри, и за границей дали Путину сигнал, придя в полдень против Путина. Может ли это как-то повлиять на решение Кремля о новой мобилизации? Или наоборот, это приведет к усилению репрессий? Нет, вот, во-первых, усиление репрессий после выборов планировались и до этого, и сейчас они также будут, то есть, как бы, ну, это объективная ситуация. Значит, что может действительно толкнуть Путина к мобилизации? Это в том случае, если он почувствует, что вот этот его план, ну, задушить Украину долгой войной не реализуется. Ну, например, он вдруг понимает, что вот помощь наращивается, через какое-то время, возможно, атома, я не знаю, солдаты Франции и еще других стран уже придут на помощь Украине, и он захочет вот этот баланс сил, который сейчас есть, быстро, еще до выборов там в Америке, еще до ноября, как бы качнуть. Он сделать это может только через мобилизацию, либо, например, протест вот этих жен мобилизованных, которые требуют возврата, достигнет какого-то такого масштаба или такой громкости, что вынужден будет к этому прислушаться, а для того, чтобы демобилизовать тех мобилизованных, ему надо мобилизовать других. То есть это все, как-то сказать, ну, это счетная ситуация, и я очень надеюсь, что, кроме нас с вами, это считают вот в разных кабинетах, в разных штабах, вот, и для нас сейчас самое важное, это то, что мы можем сделать. Вот мы не можем там повлиять. Мы можем повлиять на то, чтобы Путина не признали президентом. Начиная с 17 марта это уже не президент Российской Федерации, не диктатор, не авторитарный правитель, не царь и не бог. Это узурпатор, то есть это террорист, убийца, узурпатор власти, с ним надо именно так и обращаться. Ну вот Юлия Навальевна как раз призвала европейских политиков не признавать выборы в России и не признавать Путина президентом. Думаете, Европа пойдет на это? Ну, мы тоже. То есть это коллективное такое. Юля, конечно, дала мощное, я могу вот просто, чтобы было понятен, насколько это было успешно, ее выступление. До этого полтора месяца мы ходили по парламентам разных стран, и мы собрали 70 депутатов, которые за это. После выступления Юлии сразу 500 добавилось. То есть, ну, если мы говорим о депутатах, парламентах европейских стран. Этого недостаточно. Пассея высказалась, но Пассея это консультационный орган. То есть тоже недостаточно. Сейчас, вот в наши, вот в эти дни, я очень надеюсь, что завтрашние выпуски Билд, Вашингтон-Пост, они должны повлиять. То есть те, кто увидели вот в полдень против Путина некий такой протест, те, кто увидели реально голосование, то есть они организовывали голосование на чужих территориях, на украинских территориях. Это вообще за предел. Такого себе не позволял ни один диктатор до того, как. Поэтому шанс есть, но вот мне очень сложно как бы дать экспертизу, как вы говорите, будет или не будет. Мы стараемся, чтобы получилось. Сколько, каковы вероятности, ну, такого пока, ну, то есть, я бы так сказал. Ну, было с Лукашенко, в принципе, да? Да, да, было с Лукашенко. И, кстати, я хочу сказать, что, конечно, ну, это был мощный протест, и там была альтернатива, которая реально выиграла выборы. Вот, поэтому наша ситуация немножко другая, но мы не теряем надежды. Ну, честно, на практическом уровне, если вдруг вот они признают недействительными итоги выборов, что это меняет? Еще раз говорю, вот представьте, президент Америки вызывает себе генерального директора Центрального развития управления и говорит, это теперь твой клиент, не мой. То есть, как бы, он может там бороться, ругаться с президентом страны, враждующей, да, там, вести переговоры, а с этим уже не будет, да? Вот, и представим себе, что, да, ну, собираются спецслужбы всего мира и говорят, это он наш клиент. И начинается другая работа, да? Вот представьте себе, там, ну, террористы захватили, там, кинотеатр, полный заложников, и с ними ведется переговоры. То есть, пожалуйста, можно обмануть все, что угодно, лишь бы высвободить людей, лишь бы убрать угрозу, лишь бы уничтожить. То есть, как бы, другая игра. И в этой другой игре другие правила, и то, что мне говорят люди, которые в этом понимают лучше, что, начиная с этого момента, два года — это максимальный срок, когда этот человек у власти. Ну, будем следить за реакциями, в том числе и в Евросоюзе. Марат, спасибо вам большое. У нас в студии был Марат Гельман, галерист и политтехнолог. Спасибо еще раз за то, что присоединили. Спасибо, что пригласили.